Привет, друзья! Вы смотрите Банально ЭТВ, с вами Турбо. Сегодня я продолжаю играть в Брик Рикс. Да, достаточно давно не было Брик Рикса, я решил, так сказать, зайти, посмотреть, что тут да как. Да, и в принципе, ничего особо интересного не нашёл, поэтому решил, так сказать, вы помните, вы все прекрасно помните данного молодого человека. Его зовут Ибрагим Михайлович, вы все прекрасно помните мою кошку, которая на заднем плане шебуршит, всё роняет, носит. Причём это уже, ну это, у меня две кошки, да, как бы, раньше одна не мешала, теперь другая у них, у них как бы по очереди. Ну я думаю, что вы всё это слышите, да, прекрасно. В общем, ребят, у нас есть Ибрагим Михайлович, вы все с ним прекрасно знакомы, вы все с ним прекрасно знакомы, есть вот такой вот мех-уничтожитель. Причём, знаете, ребят, самое что интересно, вот когда я закончу записывать видео, вот как только я его закончу записывать, кошка успокоится и ляжет спать. А в это время, пока я записываю видео, кошка будет залезать на дверь, как сейчас я бы вам показал, да, да это достаточно сложно. Будет носиться, будет всё ломать, блин, ну ладно, ребят, надеюсь, что у нас всё получится. Кстати, ребят, если что, в описании ссылочка на мой магазин ключей и аккаунтов, можете заходить покупать. Скоро будет, скоро будет именно рекламка конкретно, я заморочусь, сделаю что-нибудь, может трючок какой-нибудь намучу и будет всё достаточно круто. Вот, в общем, хватит разворотов, хотел сказать, разговоров, у нас есть вот такой вот офигенный мех, просто, он просто офигительный, ребят. Во-первых, посмотрите, так, давайте мы сделаем, чтобы он не ломался, он ходит просто как, как настоящий человек, четырёх ноги. Если бы человек был четырёх ноги, он примерно так бы и ходил. В общем, он реально очень крутый, крутой, крутой. Давайте пробуем от первого лица сначала с пулемётом пострелять. Тупо минус губы. Так, давайте поработаем дантистом. Вот эти зубы надо вырвать. Не получается. А вот, о, какие-то вы... А, подожди, нет, это верхние упали. Верхние упали на нижний и остались... Ладно, давайте хотя бы пластику губ сделаем. Так, всё, губы готовы. Давайте теперь попробуем нос. Нос... Не, нос не получается. Ладно, давайте... Вот это, да, вот это, ребят, как бы вы понимаете, что это достаточно мощно. Давайте даже от третьего лица пос... А, блин, он падает! Он падает! Прямо на дом, кстати. На! Блин, лагает, капец. Давно, давно в Бикрикс не играл. Да, ребят, я недавно только проснулся относительно. Поэтому у меня голосок немножко может быть как-то хрипеть, шипеть и петь. Нет, петь он сегодня не будет. Хотя, блин, посмотрим на моё настроение. Вот так, в общем, он упал. Всё, минус лицо. Минус... Блин, какой-то он, смотрите, какой-то... Я вообще не вижу границ вот этих вот. Вот тут вижу. А тут, когда солнце светит, не вижу. Ну, в общем, ладно, давайте-ка мы его ещё разок поставим. Кстати, раньше было, если я его на какой-нибудь дом ставлю, то как бы... Он начинал падать почему-то, непонятно. Давайте сейчас попробуем, вот если я его вот так вот как-нибудь поставлю. Начнёт падать. По-моему, стоит, кстати, ребят. Вот это уже поинтересно. Смотрите, смотрите, какой красавец, а. Ля, какой красавец. Ля, красотка. О, блин. А вот это, кстати, косяк, смотрите. У нас есть как бы прицел. Но когда мы наверх целимся, мы не можем видеть. Зато мы с этого прицела... А, зато мы с этого прицела можем наверх видеть. Давайте стрельнем ему... Ну, я не знаю, куда. Хе-хе, по письке. Хе-хе-хе. Давайте в ногу. Это слабовато. Я хочу ему прям колено, колено выбить. Надо ему выбить колено, давай. Давай ты сможешь. Смотрите, он даже не падает. Во-во-во-во-во-во. Всё, минус коленка. Сейчас мы посмотрим на это. Смотрите, блин. Вот это, мне кажется, будет сейчас жёсткое падение. Можно было внизу ещё какую-нибудь машину, знаете, поставить. Или дом даже, чтобы он прям на дом падал. О-о-о-о. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это тупо минус голова. Смотрите, голова просто в смятку. Голова просто в смятку. Не, ну вот это реально жёстко. Это реально жёстко. Посмотрите. Остался один глаз. Второго глаза уже нет. На него, смотрите, на него ещё сломанная нога упала. Ну да, это достаточно неприятно было для Ибрагима. Ребят, ладно. Я думаю, что вот этого меха можно заменить на что-нибудь другое. Но он, блин, он реально крутой. Кстати, вот это вот похоже на... Как будто бы это перец от какого-то маслкара. Или... А, нет, это даже... Как будто бы от какого-то хаммера. Посмотрите. Может, конечно, у меня глюки. Может, это трансформер. Он трансформируется в хаммера. Ладно, давайте я, в общем, поменяю сейчас нашего меха на что-нибудь другое. И к вам вернусь. Итак, ребят, решил я взять вот такую вот огромную офигенную ракету. Я не знаю, на самом деле, как у меня получится что-то с этим сделать. Но он реально тупо огромный. Мне нужно сейчас как-то нацелиться на нашего дорогого Ибрагима. Я не знаю, как это сделать. Потому что, ну, это достаточно сложная задача. Надо как-то, блин, еще такого... Ладно, давайте попробуем поставить вот так чисто по дороге, чтобы она смотрела прямо на него. Нет, немножко как-то, мне кажется... Вот как-то, блин, сложно на самом деле. Вот как-то так, наверное. Так, надо... Оп, альт. Поднимаем. Главное, чтобы она слишком высоко... Давайте попробуем. Давайте сначала попробуем вот так вот. Пошла жара. Слишком низко, по-моему, да? Ну, в ноги, в ноги попадет. О-о-о-о. Ребята, у меня просто все встало. Вокруг взорвался дом какой-то. Ну, смотрите, мы вроде попали ему в ногу. А отлетела у него рука. С ногами более-менее все в порядке. Как-то это, блин... О, смотрите, опять минус голова просто. Просто минус головешка. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Брагим, конечно, жизни повидал. Опять тупо минус башка. Так, ладно, давайте это мы починим. Я хочу попробовать садки ему как-нибудь в голову попасть. Но там надо, значит, прям повыше стрелять. Так, давайте поставим вообще где-то здесь подальше. То есть надо реально будет повыше взять. И я, знаете, я сейчас просто упражняюсь в стрелянии из ракеты. Смотрите, как она лагает. То есть... Ой, нет, 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 стой. Стой, стой, стой. Фух. Надо сначала пейджаб сделать. Давайте попробуем вот так вот. Вот это уже похоже... Нет, все равно низко, опять низко. Опять по ноге. То есть надо прям выше брать. Окей. Так, окей. Что с Ибрагимом? Ибрагим, что с тобой? Ладно, Ибрагим улетает. О, как лагает. Так как же лагает, а? Давай-ка поставим. Стой, 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 стой. Давай, давай. Остановимся. Вот так вот. Отлично. Так, и надо все-таки брать повыше, ребят. Надо все-таки брать повыше. Я даже не знаю просто как правильно бы это все дело сделать. Давайте попробуем тогда прям вообще высоко. Вот так, мне кажется, будет в самый раз. Вот она. О, вот это было... Вот это, ребята, вот это было как надо. Вот это попадание прям... Уах. Прям, смотрите, тупо башка отлетела. Ракета тоже развалилась. Ребят, вот это... Вот это... Вот за это, я думаю, можно поставить турбилайк. Турбин. То, что я, в принципе, с третьего раза попал ему в голову. Да и первые два раза я тоже, в принципе, в него попадал. То есть я красавчик. Я не так плохо. Хотя там сложно промазать. Но там можно стрельнуть выше. Либо слишком ниже. Но, по-моему, получилось неплохо. Давайте посмотрим на его тельце. Вот оно. Оно капец тоже улетело. Смотрите, мы стояли где-то вот там вот. То есть мы, по-моему, стояли вот здесь, если я не ошибаюсь. А долетели вот аж... Да вот... Да вот... Да вот... Да вот... Посюда. Отсюда. Вот сюда вот мы улетели. Блин, ну это было реально жестко. Блин, ребят, я тогда предлагаю вам поменять вот эту вот ракету. Так, я ее даже прямо сейчас уберу. Поменять эту ракету. Взять нашего Ибрагима. Так, Ибрагим, вставай на место. Где стоял там и стой. Примерно вот сюда мы его опять поставим. И сейчас я вместо вот той ракеты возьму что-нибудь, что-нибудь другое. Итак, ребят, решил я взять вот такой вот самолет-истребитель. Какой-то, ну, видимо, из будущего. Откуда-то из будущего он к нам прибыл. Давайте попробуем... Попробуем на нем взлететь. Он, на самом деле, взлетает как-то очень странно. То есть у него практически нет шасси. И он как-то так взлетает. Так, давайте уберем мы бессмертие. И сейчас попробуем... Главное попасть. Он летает не очень. Ё-моё, нас просто... Нас просто расколошматило в холаминочку. А Ибрагим Михайлович... Ну, в принципе, тоже улетел так нормально. Ибрагим, ты как? Ибрагим, ты нормально? Нормально. Нормально, Ибрагим. Ибрагим, смотрите, он, кстати, горит. Он еще сейчас, наверное, будет догорать. Блин, ребят, давайте, знаете, все-таки как сделаем. Блин, я сейчас заспавню. Так, самолет обратно. Самолет, иди обратно сюда. Сюда. Но, а Ибрагима я, с вашего позволения, засуну на небоскреб. Главное, чтобы он отсюда не начал падать, как обычно это раньше происходило. Че, стоишь? Блин, вроде стоит. Что-то они, видимо, поменяли. Блин, смотрите, как он красивый. Прям как я. Шутка. Все, полетели. От первого лица, блин, не очень... Хотя вот так вот вроде бы... Нет, нет, все равно не очень удобно. Мне очень нравится от первого лица летать. Давай, 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 турбенте, давай! В руку я ему попал. В руку я ему попал. Блин, оно было бы, конечно, красивее, если бы я ему попал не в руку. Самолет наш. Сейчас разлетится, должен взорваться. Нет, блин, не взорвался, смотрите-ка. Там все, что еще от него осталось. Ну ладно, он весь сгорел. Так, Абрагим упал. Ну и, в принципе, с ним. Ну не так уж и плохо, на самом деле. Ладно, ребят, я думаю, что на вот этой вот ноте, на вот этой маленькой нотке, нотке печального... О, знаете, что я хочу сделать? Я хочу... Подождите. Так, телепортироваться вот сюда. Подождите. На небоскреб хочу, короче. Где небоскреб? И хочу спрыгнуть сверху, прямо на Ибрагима. Ибрагим, ты где? Подождите, он там? Вон лежит. Так, сейчас разгонимся. Возьмем разгончик. И вот туда вот. Я просто чувствую, что он там. Ибрагим. Ладно, ребят, давайте на этом и закончим. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте большие пальцы вверх. Пишите какие-то свои комментарии. Тогда новая серия по Барик Рикс не заставит себя долго ждать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok